Заходя в любой подъезд дома номер 15 по улице Герцена, попадаешь в настоящую картинную галерею. Над созданием этих пейзажей и образов трудилось сразу несколько профессиональных художников. Идея преобразить скучные стены подъезда появилась у Ирины Михайловой давно. Своими творческими задумками она поделилась на собрании собственников жилья и получила поддержку. У меня, как сказать, с детства было такое представление, что люди должны жить в красоте. И они должны ощущать эту красоту на каждом шагу. Жильцы дома не ограничивали художников рамками и конкретными темами. Они дали полный простор для полета фантазии авторов. Перед началом работы в подъездах привели косметический ремонт и подготовили стены для работы. А для того, чтобы картины прослужили как можно дольше, их покрыли лаком. Вот это и красота, вот это и привлекательно, вот это и дисциплинирует приходящих. Там не осмелишься что-то, вот так, да, и курить не будешь там. Некоторые рисунки в подъездах хранят уникальные истории. В основном на стенах изображены персонажи, родившиеся в воображении художника. Но один портрет, который встречает людей при входе в подъезд, создан по образу реального человека. Этот автопортрет, изображенный на данной стене, это художница, которая оформляла данный подъезд, то есть она разрисовывала стены, это Шеню Галина Александровна. Елена Щербина со своей семьей заехала в просторную квартиру в новостройке по адресу Герцена 15, практически 15 лет назад. За это время, рассказывает Елена, общедомовые прилегающие территории преобразились кардинальным образом. Особенно приятно, вспоминает Елена, было наблюдать за тем, как на стенах подъезда появляются настоящие произведения искусства. Очень нравится, когда утром идешь на работу, сразу настроение поднимается только от того, что ты выходишь в приятный светлый подъезд, и тебя окружают такие красивые рисунки, это сразу поднимает настроение. С этим подъездом у Елены и ее семьи связаны самые теплые воспоминания. Они сохранились с тех времен, когда дочка Елены была совсем маленькой и только училась познавать мир. Например, когда наша дочка была маленькой и училась только ходить, мы, заходя в подъезд, встречали котенка, потом шли попугаем, а потом поднимались по лесенке и искали щеночка. Так мы учились ходить. Рисунками украшены первые и вторые этажи в каждом подъезде дома. В скором будущем жильцы планируют украсить оставшиеся лестничные пролеты картинами. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.